Я думаю, никакого выбросился нет. Валентина Журавская рассказывает, лишилась 20 тысяч рублей из-за компании «Балконный эксперт» или сокращенно «Балекс». Хотела застеклить лоджию в квартире, а в итоге внесла предоплату и осталась у разбитого корыта. Никакого ремонта ей не сделали и деньги возвращать не собираются. Накануне пенсионерка услышала сообщение о том, что руководитель этой компании совершил самоубийство, а его бывшая супруга собирает через соцсети деньги на перевозку тела в Калининград. Таким новостям Валентина Михайловна не верит. Зачем, если они столько денег награбили, то зачем ей еще собирать с миру по нитке, чтобы поехать куда-то? А может быть они вообще решили, она приедет в Москву и они за границу уедут? И такой вариант может быть. А мы куда что? Чувства Валентины Михайловны разделяют и другие калининградцы. Например, Виктория Куликова взяла 68 тысяч рублей в кредит, чтобы отремонтировать «Балкон». Обратилась в ту же самую фирму. Теперь ни денег, ни ремонта. И еще год выплачивать кредит. Виктории версию самоубийства тоже верится слабо. И зачем тогда, если это действительно суицид, ехать в Москву? Ну я надеюсь, что полиция во всем разберется, потому что пострадавших очень много. И все-таки хотелось бы хоть что-то, какой-то итог получить. А не просто закрытие дела в связи со смертью главного подозреваемого. Погибшего звали Павел Верхотуров. Перед смертью 30-летний бизнесмен оставил послание с последними словами. Я всегда хотел добиться лучшего сервиса в нашем регионе. Прикладывал максимально много усилий. Всего доброго. Еще раз все простите. Я не хотел этого беспредела. Я со всеми прощаюсь. Весть печальная, но извинениями сыт не будешь, говорят обманутые клиенты. Ольга и Павел Жданок сегодня пришли в полицию. Рассказывают, там лежит уже 200 заявлений на опальную кампанию. И добавляют, гибель руководителя фирмы их мнение не изменит. Мне его не жалко. Ни гамма. Ни как человека, ни как... Как я говорю, собаки собачья смерть. Мне кажется, он полный обманщик. Как его там защищают в соцсетях, все это пишут, что у него такая судьба, что вот его самого обманули. Но я считаю, даже если тебя обманули, тебя обманывали, ты мог сам пойти тоже в полицию и заявить, что на тебя давят или что-то. Можно же как-то было сделать. С близкими погибшего нам связаться не удалось. Все ссылаются на занятость. Защитники бизнесмена нашлись в интернете. Те, кто лично знал Павла Верхотурова, уверены. Он был честным человеком. Поэтому его и мучила совесть. Тут жизнь человека, а вы все про деньги. Я выросла с этим мальчиком в одном дворе. А то, что он кого-то кинул, значит на это были обстоятельства. И хватит уже грязь лить. Люди, какие вы жестоки. Он был хорошим человеком. Он не сам прыгнул, а ему помогли. Лично знал Пашу. Не мог он этого сам сделать. К слову, кроме изменений в предсмертной записке, есть и кое-что другое. Погибший в долгах компании обвиняет своего компаньона. Обманутые калининградцы решили отправиться в офис компании и требовать объяснений. Но там их ждал еще один неприятный сюрприз. Бывший офис компании сейчас больше походит на здания, которые бомбили кругом разбросанные осколки и обломки. И даже вырванные из окон стеклопакеты, как рассказывают очевидцы, последние дни отсюда спешно выносили всю технику и мебель. И в первую очередь документы. Пытается ли фирма таким образом замести следы? Или же за таким резким переездом стоит что-то другое? Вопрос остается открытым. Юрист Олег Гавриш считает, в этой истории остается множество невыясненных деталей и призывает не торопиться с выводами относительно погибшего. Я предполагаю, что здесь в основе лежит все-таки доведение до самоубийства. То есть, вероятно, были какие-то посылы к тому, что ему угрожали. И ни одна сумма денег не может быть оплачена смертью этого человека. Олег рассказывает, существуют легальные выходы из ситуации даже при многомиллионных долгах. Например, процедура банкротства, рассрочка выплат, переговоры с клиентами или помощь бизнес-омбудсмена. Тем временем, за несколько минут до выхода материала в эфир нам позвонила Ольга Жданок и сообщила. В полиции ее предупредили. Вероятность возврата денег минимальна, поскольку ответчик мертв. Марк Шкода, Михаил Эльбаум, Служба новостей Город.